когда я встречала совершенно обычных медиумов людей видящих с открытыми глазами я говорил вот потрясающие люди но на этим опьянялась да как когда-то а когда я встретил штейра бинда я сказала ему это он конечно посмеялся надо мной он был прав и я перестал обращать на это внимание да есть какие то так сказать необычные вещи есть какие-то выветты аномалии восприятие реальности или напротив очень так сказать острой восприятие каких-то аспектов реальности надо принять это как факт без анализа и не принимать это за какие-то духовные достижения шли в рабинда земная жизнь и это избра избранная великой божественности вместо его пребывания господа его извечная воля превратить эту слепую тюрьму свои великолепные дворец и высокий храм достигающий небес вот опять речь идет об игре земная жизнь это игра божественно спрятки самим собою вот он избрал пребывание здесь в наших телах в материальном мире замурованного божественного да и в конечном счете вот этот процесс духовной эволюции это воля опять-таки который уже идет снизу от божественного которая замурована чтобы проявить себя освободиться на эти воли снизу когда объединяется с высшей воли то тогда идет полная реализация но замурованное божественное внутри она уже стонет и вот эта воля снизу выбрать стремление нас стремление объединиться с тем что вокруг но с точки зрения психологии сидя в тюрьме ты конечно хочешь на волю и вот эта игра попали в тюрьму потом освобождаться срок от были нужны и за хорошее поведение досрочная как у да у да условно досрочное освобождение вот почему-то ходорковском не дают вот он вроде как заслужил а вот ему не дают у да а нам дадут я тут недавно получил грамоту почетную от следственного комитета ну за ряд последних расследований польские случаи когда мне вручал заместитель бастрекина вот эту штуку они туда вызывали и я пошутил игуме теперь камера теплым туалетом и женщиной наверно обеспечена если от них грамотом получил до ванга да ну да с этой грамоты тоже идти легче туда вот так что у меня интугенция есть мы пользуюсь мирскими благами животных действительно много очарования у животных нет все всей той извращенности которая ментальная активность внесла в человеческое сознание за исключением тех животных которые живут с человеком но они тоже от человеком некоторым только не кошки а вот эти самые собаки они много нахватались от человека все же подстраивается да под наш менталитет вот но у тех что пришли прямо из природы есть простота некая простодушие очаровательная простодушие необычайная восприимчивость гораздо более непосредственно чем человеческая но вот это факт конечно животные не изуродованы рассудком не изуродованы и менталом и вот лечить животных одно удовольствие потому что животное не сопротивляется 0 нет тебя ну если как-то вот там полечить немножко не как дети маленькие тоже они без соображения они отдаются а мы изуродованы менталом тяжеловежны во всем и нетны и строптивы недоверчивы и вот потрясающе совершенно божественно можно жить но его невозможно определить божественно это абсолют совершенство вечный источник всего сущего который мы постепенно осознаем будучи им со времен извечник вот открывая себе божественный ты действительно не можешь дать определение ты просто ощущаешь вкус жизни совершенно другой который в общем то невозможно передать никакими эпитетами или с чем-то сравнить нет необходимости знать что такое божественное надо с просто стать им столько усложнений для чего-то столь простого надо просто быть самим собой быть нормальным человеком смотрите религии философии долго мы убеждения все это очень интересно с теоретической точки зрения но если это не действенно в смысле божественной трансформации то это просто детская забава это признак незрелости сознания можно этим развлекаться можно в этом купаться можно долго об этом говорить дискутировать но если это практически не действенно если не предпринимать практических действий это в общем то признак незрелости души скорее не сознание они я имею ввиду подавляющее большинство интеллектуалов они не могут понять что можно делать что-то или быть кем-то не зная что это ведь очень тонкая вещь вот человек приходит и говорит а что я из получу вот в результате вот мне расскажите ну опишите может не стоит этим заниматься но сегодня мы действительно имеем некую то ли картину трансформации с определенными признаками диагностическими вот но это другой вопрос это просто должно быть но когда человек требует вот сиюминутно сказать выгодно ли ему это будет делать или не выгодно что он в результате получит это простое любопытство опять несерьезность незрелость сознания вот любопытствуют в основном это люди интеллектуального склада им хотелось чтобы ментально интеллектуально было разъяснено кем они в результате стану не потеряют ли они свой интеллект драгоценный не расплескают ли они его в ходе работы потому что речь идет о молчанию мавить как так быть если он молчать не может когда кто-либо решил посвятить свою жизнь поиску божественного и если он искренен то есть если его решение искренне искренне воплощаюсь тогда совершенно нечего бояться поскольку все что происходит или произойдет будет вести этого человека к его реализации самым коротким путем действительно если уж ты выбрал для себя этот путь и не в моготу тебя старая жизнь старый способ существования то тогда никаких вопросов по поводу того что должно произойти когда должно произойти каким образом что в результате этого получится ты по сути уже не задаешь они снимаются ты находишься самом процессе реализации сам процесс реализации должен занимать более тебя всего чем грядущие результаты поскольку он возвращает тебя в реальность он возвращает тебя в здесь сейчас ты реализуешь это вот 7 минут на не на будущее не впрок а вот только сейчас и действительно тогда если вы не будете мешать этому процессу реализовываться не будете мешать ему вмешательством ума то самым коротким путем вы пройдете вот этот путь самым коротким усложняется это продвижение и удлиняется только в результате вмешательство ума таков отклик милости лиду думает что милость означает что все в их жизни будет легко это не так милость работает для реализации вашего стремления и все выстраивается того вы как можно скорее достигли этой реализации следно бояться нечего страх приходит с неискренностью если вы хотите комфортной жизни приятного окружения этого подобного тогда вы ставите условия и ограничение тогда у вас и появляется страх то есть без всяких предвзятостей стали на путь работайте на этом пути и если вы имеете какие-то ну негативные вещи негативные моменты в вашем сознании то безусловно обстоятельства складывается так чтобы этот негативный элемент вышел на поверхность это не всегда бывает приятно и поэтому не ждите сразу вот этой милости не ждите сразу радости и благости поскольку вот все то что мешает продвижению должно но выйти на поверхность а вывод на поверхность не совсем так сказать приятных вещей которые мы в себе носим это не всегда ощущение благости это умение выдергивать за носу умение все мешающее так сказать высветить понять как факт и сам факт осознания того что вам мешает и является единственным средством нейтрализации и трансформации вот этих вот негативных вещей они должны появляться поначалу могут и в большом количестве проявляться и обстоятельства будут складываться так чтобы в общем-то поначалу можете и не поверить в то что сам по себе этот путь ведет к благости вам будет казаться что он наступает какой-то . крах вашей разумной и вполне устроенной жизни но коль вы выбрали это для себя значит будьте готовы ко всему не стройте никаких иллюзий по поводу что должно быть и как должна быть и как раз на этом этапе многие отпадают те кто не искренен те кто хотел получить какой-то так сказать от этого радость наслаждение и благость это хорошо это замечательно то есть на ранних этапах отпадают те люди временщики иждивенцы продукт должен быть качественным духовный в конечном счете поэтому никакие трудности вас страшить не должны сат прям матери говорит всегда будут непонимающие люди он наивный человек такой мать говорит большинство а что с ними поделать можно сат прям будет мать если бы хотя бы один человек понимает этого вполне достаточно то есть речь идет действительно малом стадии избранных людях но избранных не эгоистически так сказать заряженных на избранность а именно избранных по качеству души по готовности воспринимать божественное по готовности сознательно эволюционировать вот это избранные не по статусу своему там священному там или какому-то саньясинскому шли воробенда вообще можно сказать что немудро излишне беспокоиться о том чтобы привлекать к духовной работе людей особенно очень молодых привлекать духовный искатель приходящий в эту йогу должен иметь настоящий зов и даже с настоящим зовом путь иногда бывает довольно трудно когда люди привлекаются в духе энтузиазма и пропаганды есть риск разжечь имитирующие а не настоящий огонь не истинная огня либо минутный огонь который не может долго гореть и гаснет под наплывом витальных волн уж если не можешь не писать тогда пиши вот если не можешь жить по старому они просто соблазнился вот этой приманкой стать на этот путь то тогда работой не надо никого соблазнять не надо ничего пропагандировать было бы дано есть люди сейчас которые все умеют читать правда разными местами умеют читать если раньше не умели читать требовались иконы требовались там пропагандисты какие-то теперь все умеют читать почитал твое приходи а вот так по разговорам оля-ля ты знаешь там вот все замечательно давай-ка туда пойдем вот у меня получается у тебя тоже получится это неправильно или совсем неправильно это так же как иисус говорит о семенах какие там сеются при дороге на камне да где-то где сухо все так сказать выгорело а вот на благодатную почту семя по все но вырастет она сама найдет возможность эту почву обрести сейчас настолько коммуникации развиты замечательно что готовых людьми судьба обязательно выведет на нужное обязательно сейчас не надо ходить по селам проповедовать как иисус посылал он не организовывать олеги посылал апостолов а проповедовать говорить к них не было люди были неграмотные сейчас все есть сейчас не надо проповедовать ходить не надо собирать на проповеди людей чтобы объяснять вот полезность нужность целесообразности это все уже есть и если нужно человек он сам это для себя выберет о том что такое бог мать говорит я намеренно не даю никакого определения ведь ощущение всей моей жизни говорит мне о том что это только слово и в это слово люди вкладывают множество нежелательных понятий это представление о боге который претендует быть одним и единственным то есть каждый человек для себя создает свою модель бога и ей поклоняется либо ее отвергает да если он плохой по его модели если он жестокий если он бессердечный он его отвергает если он хороший добрый такой сякой в положительном плане тонн в нее верят и ей поклоняется религии тоже придумывает свои модели бога это же пытаются озвучить вот это слово определить невозможно вообще сама по себе на слово конечно стало ну не тем чем оно должно быть может быть лучше вот мать тоже пытаются говорить о всевышнем сознании творце вот она как-то пыталась уйти от этого избитого слова избитого слова но не знаю кому как я думаю что для теоретиков все равно да как не назови если они отрицают то отрицает если ничего не делают то и не будут делать вот а для людей которые стремятся к практической реализации но это слово там общем то особого значения это не имеет важно что ты будешь открывать себе что даст я возможность почувствовать его присутствие не теоретически а практически вот это как раз более важно единственное что нужно вернее чтобы понять учение шли арабинды следовать ему говорит мать надо учиться подниматься над всякой возможностью противоречия вот мы пытаемся с вами учиться подниматься над всякой возможностью противоречия для начала вот в процессе медитации на социум то есть видеть окружающий мир таким каков он есть не пытаться его делить на плохое и хорошее то есть закрывать глаза на противоречивости этого мира восстановить ровность сознания уж когда сознание становится достаточно ровным когда в нем противоречия стирать что да ты понимаешь необходимость существование того и другого то есть проясняется уже картина мира совершенно так сказать в другом аспекте то есть можно определить добро можно определить зло и можно и то и другое определить как неведение те кто считают добро и пытается его подише такое добро те кто определяет зло как зло но это 5 меры неведения мерят человек этот мир мы должны от этой двойственности в конечном счете устраниться и начинаем мы с восприятия этого мира без оценки мы его не оцениваем никакой остановки на то что он хороший или плохой мы не оцениваем ему и вот это сам факт не вмешательства ума в оценку всего происходящего дает нам возможность гораздо шире видеть все в истинном свете с деворобинда традиции прошлого велики но на своем месте так что я не вижу причины почему мы должны просто повторять их и не идти дальше духовном развитии сознания на земле за великим прошлом должно следовать великое будущее он прекрасно говорит о том что на каждом этапе во времени развития человеческого сообщества во всемирной истории духовные поиски которые обязательно обязательно велись в каждом народе в каждой цивилизации земной они на то время действительно были определяющими это был верх или пик этих духовных поисков но почему мы действительно не должны идти дальше почему должны застывать на каких-то догматических воззрениях людей которые жили там несколько тысячелетий или столетий тому назад ведь они тоже превосходили какие-то там духовные достижения которые до них были ранее превосходили но почему-то решили где-то с началом вот это новая вера вообще все законсервирует все эти законсервит может это и хорошо пусть консервирует любая консервация это всегда таскать там брожение все это испортится до сорвет крышку и срывает и крыши и крышки то есть ограничения должны быть сняты и коли не сняты у нас голове это замечательно чтобы они у нас были сняты тогда мы действительно можем живую истину почувствовать в переживаниях они теоретически пытаться ее реализовывать через посредство ума там и каких-то посредников которые будут нас вести кости я сделал открытие говорит мать заболевание несчастные случаи катастрофы войны все это происходит из-за того что человеческое материальное сознание такое мелкое такое узкое что имеет неистовый вкус в драме и конечно за этим стоит витальное существо которое забавляется наслаждается возможностью затянуть божественную работу вот все драматические события которые с нами происходят несчастные случаи заболеваний войны катастрофы это же более глобальные вещи мать говорит что это все связано с витальным планом сознания поскольку витальный план сознания тоже как и витальный человек он вечно беспокоен ему нужны потрясения и люди в основном они управляемым этим витальным планом витальные марионетки мы своими чувствами желаниями там страданиями импульсами там разного рода радости там напротив целая палитра мы ими живем в основном люди в основном этим живут ментализируя все эти эмоции и вот этот трагизм это драма это то что дает возможность существовать витальному плану сознания то есть мы питаем их витальной энергетикой драматической или радостной неважно какой в любом случае это пища для витальных существ и соответственно если они становятся голодными они пытаются снова дергать нас за веревочки чтобы получить от нас энергетическую подпитку любая человеческая эмоция любого толка в неровности сознания ровное сознание не питает этих паразитов и является подпиткой тонкого витального плана и мы с вами начинаем понимать когда сознательно успокаиваем свою витальную сущность и боремся эффективно с нападками враждебных сил что это те формации которые пытаются получить от нас энергетику и если мы ее выдаем эту энергетику неважно в какой форме боимся ли мы пытаемся ублажить эти силы молимся ли чтобы нас избавили от этого в любом случае мы питаем витальный план сознания а вот ровное спокойное восприятие этого без эмоции без ответной реакции дает возможность нам освободиться от гнет этой всей витальной энергетики в основном низшего порядка и все эти враждебные силы и витальные сущности к нам не питают интерес никакого мы им не нужны мы лишаем их пищи поэтому они пойдут искать пищу где-то еще но не будьте гуманными слишком людьми не принимайте на себя вот это кормление этих паразитов чтоб другим не досталось не будете да то можно оправдать я гуманист пусть они меня жрут другим не досталось тогда они еще больше будут взять они наплодят детей вот они сытые они будут воспроизводиться тиражироваться так что лучше уж вы их ограничьте в питании может они с голоду и помрут не питайте не питайте витальный план хватит всеми трудности это та малость крайняя малость физического сознания материального физического сознания который имеет совершенно извращенный вкус в драме опять а драме драма даже малейший пустяк должен вызвать драму если у вас зубная боль она оборачивается драма если вы ударяетесь обо что-то это превращается в драму если спорят 12 это обращается в драму все превращается в драму вкус в драме если что-либо вашем теле даже чуть-чуть расстраивается ли есть малейшее затруднение которое должно проходить совершенно незаметно это уже грандиозное событие драмы у меня к этому стойкое отвращение говорит мы действительно все мы драматизируем включите телевизор любая передача любая дискуссия любая новостная какая то там программа все драма вот везде драма не знаю даже есть какой-то театр показывает вот то там всегда драма какая-то да вот культурная там программа там всегда драма какие-то либо идиотская дурашливость либо драма но идиотской дурашливости драма это одно и то же да это в целом одно и то же Поэтому вот давайте по поводу драм-то, всё-таки мы свою жизнь не должны превращать в сплошную драму. Витальный план должен нами быть оставлен, потому что это его территория, и драматизировать всё и вся, это значит ввергнуть себя в небытие. Вы решаете себя живой, реальной жизнью. Хотя люди думают, что находясь в гуще драм, они только и живут. Витальные люди именно вот так и понимают жизнь. Они инспирируют эти драмы. Только тогда они ощущают присутствие жизни в себе. Как относиться к войнам и прочим катаклизмам, происходящим в человечестве? Самая безопасная и самая здоровая позиция ума такова. Нам было определённо сказано, что за существующим творением последует супраментальное творение. Так что всё, что подготавливается для будущего, должно отвечать условиям, необходимым для пришествия, каким бы они ни были. И поскольку мы не свободны правильно предвидеть, каковы эти условия, то лучше об этом не говорить. То есть, вот как относиться к тому, что на Земле происходит, ко всем катаклизмам, с пониманием, потому что на всё воля Господа. И все глобальные процессы, без исключения, все глобальные, всё, что происходит в мировом масштабе, это происходит под руководством силы проведения. Не случайно в своё время Сталин ответил Черчиллю, что вся история принадлежит Богу. И когда мы говорим о глобальных событиях, понятно, что любые глобальные события, мы не говорим о наших мельтешениях там семейных. Когда мы говорим, что это по воле Бога, это, наверное, по воле нашей психической сущности, которая нас учит педагогики. Это Богу до нас вот в этих аспектах дела нет. А вот по-крупному в человечестве он создаёт наилучшие условия для духовной реализации. Включая эти катаклизмы, соответственно. Значит, что-то не устраивает его в соотношении тех сил, которые не позволяют или препятствуют духовному плодоношению, правильно говорят. И всё. Если вы правильно относитесь к этим событиям, то они не должны вас волновать в смысле трагизма. Потому что на всё его воля. И в индивидуальной нашей с вами жизни, а то, что касается глобальных процессов, тут мы вообще не властны. Понятно, наверное, да? Но властно через себя реализовать его волю, и, возможно, реализация его воли через нас в какой-то степени может изменить что-то в этом мире. Но опять мы не задаёмся этими вопросами, а иначе мы возобним себя, так сказать, соучастниками этого грандиозного процесса и начинаем плечи расправлять. Да? Вот как оно есть, так мы и принимаем. Надо пойти на фронт, защищать Отечество. Конечно, пойдём. Тут без вопросов. Да? А то говорят, тут у вас позиции, вы устраняетесь. Да никто не устраняется. Ради Бога. В первую очередь пойдём. В Ташкент не поедем. Правда, сейчас Ташкента не будет. Если уж начнётся как следует, Ташкента не будет. Я имею в виду, не спрячутся нигде. Ни на Урале, ни в какой эвакуации. Но если как следует, то сейчас, да? Запалим. Да, мы на зависть всем буржуям запалим. Мировой пожар. Мировой пожар. Сейчас можно такое раздуть пожар, что... Как говорят наши президенты, мало не покажется. Это президентское выражение. Мало не покажется. Он его пустил в обиход. Другой президент. И который сейчас кое будет. Тот, который в сортире. Мочил. Яблоки. Мочил. Так, ну ладно. Не существует костостроф. Сверхразум. Это сила порядка и гармонии. Так что то, что может показаться нам на первый взгляд катастрофой, на самом деле приведёт всё в порядок. Будет работать во всех и каждой детали для установления порядка на Земле. Поэтому самый мудрый путь для каждого – это открывать себя настолько, насколько это возможно, этой силе давящей для своего проявления. Наша задача одна единственная – открыться этой силе, не мешать ей работать. То, что она будет делать через посредство нас – это её личное дело. Её личное глобальное дело. Наша задача – принять её. И куда она нас поставит, куда она нас поведёт, и что она будет с нами делать, знать мы об этом будем или не будем знать, это опять-таки не наше дело. Надо будет, она поставит нас в известность. Не надо будет, будете просто делать молча, не зная, что делаете, но явно ощущая, что вы что-то делаете. И тогда совершенно свободно, у вас нет привязки, у вас нет должностования, что вы должны что-то делать, что вы обязаны это хорошо выполнить, так можно лучше. А как появляется что-то вполне определённое, вы сразу начинаете собираться, да? Вот как бы это получше сделать. Вот хорошо, когда не знаешь, что делаешь, а не знаешь, что ты делаешь. А понимаешь, что делаешь. Тогда и эго не развивается, и всё как-то в порядке, и без напряжения это делаешь. А как только захотите понять, ум включается. Значит, те силы, которые для реализации важного и главного необходимы, они у вас иссякнут. Пока. Я не знаю, как будет на других планах, когда мы вне этого тела будем работать. Возможно, там какие-то санкции будут нам индивидуально отпущены им. Возможно, не знаю. Но пока мы не можем своевольничать, не зная вообще, так сказать, промысла божественного в полной мере. Что он хочет от нас, и что он хочет, так сказать, от человечества. В сумме мы понимаем, а вот что конкретно, в каких-то конкретных событиях, которых он носит коррекцию, мы не можем на них влиять. И вот когда мать и Штиурабинда говорили, что они в войну влияли на Гитлера, не давая ему Францию захватить или ещё что-то сделать, я позволю себе усомниться. Тут ни Штиурабинда, ни мать на эти события влиять не могли. Намеренно не могли влиять. Это не в их компетенции было. Тот, кто влияет, как-то влияет, он не знает, что он влияет, он молчит на эту тему. Он этих слов не произнесёт. Если имело место какое-то действительно влияние, он не понимает это. Штиурабинда. Великий секрет духовной работы состоит в том, чтобы уметь делать силой, находящейся позади или выше, вместо того, чтобы действовать усилием разума. Он говорит о сверхсознательной психической деятельности, когда через тебя реализуется божественная воля. То есть действует тебе эта сила. Разум, эмоции, они остаются спокойными. И только тогда через тебя эта сила действует в полной мере. И действует абсолютно правда. По поводу отрывка из жизни божественной Штиурабинда из его книги, это говорит мать. Это место, где говорится об эволюционной судьбе человека. Вывод Штиурабинда состоит в том, что не это тело может измениться, это будет новое существо. Да, действительно, в коконе старого физического тела это существо и нарабатывается. И проявляет себя в полной мере уже здесь, в новой форме бытия, на материальном плане сознания, пока мы находимся в физическом теле. Это факт тоже неоспорим, если ты ощущаешь в себе присутствие этого нового сознания совершенно отличного в твоём взаимодействии с реальностью то, что было и то, что становится сегодня на самом деле у тебя. Это понятно, что это не улучшенное старое тело, это не улучшенные мозговые клетки, это не промытые извилины чем-то. Это принципиально новая структура, которая берёт управление всей твоей жизнью, включая управление физическим телом, которое ты долгое время отождествлял с собою. Продолжение следует...